Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такие замечательные женские, самые обычные, самые простые носочки с прямой пяточкой, с аккуратненьким носком. Я люблю, чтобы резиночка была изначально связанная повыше, для того, чтобы носочек достаточно плотно сидел на ножке и долгое время не растягивалась резинка в ходе носки. Вы же можете связать резиночку покороче, если хотите, но связать подлиннее переход на лицевую гладь. То есть вот эту часть вяжете просто подлиннее. Я всегда рекомендую вязать носочек повыше и поглубже пяточка, чтобы нога плотно, скажем, сидела в носочке и не соскальзывал носочек в ходе носки. Данный размер я вязала на ножку с размером 37-38 в нерастянутом спокойном состоянии. У меня полуобхват изделия почти 10 сантиметров, то есть обхват самой широкой части перед пальчиками 20 сантиметров. Вы же хотите, можете связать немножечко уже изначально, варьируя здесь вот количество петелек, либо же наоборот пошире. И в свободном состоянии длина 22,5 сантиметра, общее изделие от мыска до пяточки. И подходит на длину ножки где-то порядка 25 сантиметров. Пряжа у меня хорошо, как вы видите, тянется. И чтобы носочек хорошо прилегал к ноге и не смотрелся как бахила, то я люблю, чтобы все было, скажем, немножечко меньше. То есть я всегда рекомендую где-то на 2-2,5 сантиметра вязать носочек короче, опять же таки, в зависимости от пружинистости вашей пряжи. Вот вы уже смотрите, сами варьируете. Хотите короче носочек, можете связать короче то расстояние, где мы вяжем от пяточки до мыска, вывязывание, убавление. Хотите, можете наоборот, чуть-чуть длиннее, тем самым вы увеличите размер, допустим, 38-39, сделаете этой ширины более чем достаточно для данного размера. Вот, и если хотите размер связать еще более, то это уже как бы относится больше к набору петелек изначального количества. И я обязательно сделаю мастер-класс по вязанию мужских носочков. Вот, ссылочку я оставлю ниже под этим видео, если вы хотите связать мужские носочки. В данном видео я вам покажу, как связать женские носочки. В принципе, разница не велика, но есть небольшое отличие, которое я вам продемонстрирую в следующем видео. На данный размер у меня ушло практически моточек, остался небольшой остаточек. Вот, и в принципе, кому понравилось, лайкайте и приступаем к вязанию. Для вязания я буду использовать пряжу испанского производителя фирмы Valencia, серия называется Flamingo. Здесь в 100 граммах 375 метровых состав входит 40% полированной шерсти, 5% вискоза и 55% акрила. Цвет у меня насыщенный зеленый F407. Это для тех, кто хочет связать именно такого насыщенного зеленого цвета. Я буду использовать ниточку в два сложения, так как ниточка, как вы видите, достаточно тонкая и мягкая. Я хочу более плотное изделие. Вязать я буду чулочными спицами номер 3, у меня и 5 штучек. Также нам понадобится крючок любой размер, ножнички, сантиметр и булавочка, либо один маркер. Пряжу я приобрела в магазине Кудесница, я ссылочку на интернет-магазин оставлю ниже в описании под этим видео. И приступаем к вязанию. Для того, чтобы нам вязать с одного мотка ниточкой, но в два сложения, для этого снимаем этикеточку, главную с моточка и ищем один краешек ниточки, который обычно производитель всовывает с одной или с другой стороны. Вот в данном случае, вот здесь вы видите, вот он, краешек ниточки, который у нас, скажем так, от начала мотка идет. И нам нужно с центра моточка вытащить второй краешек ниточки, то есть как бы вторую сторону мотка. Для этого также вводим вот так вот пальчики в центр и смотрим, где-то он также с краю должен располагаться. То есть вот так вот, ровно по центру, вот я как раз вытащила, обратите внимание, вот он и есть хвостик. Вот центр, немножечко здесь он запутанный, но вы находите краешек от центра. Вот. И получаете один вот он моточек, начало, и второй моточек, который вот он, начало. Но при этом я сейчас все это распутаю. И соединив, у нас получается, одна ниточка идти будет с основной части мотка, и вторая вот она будет в центра. Вот так вот ниточкой в два сложения я и буду делать и набор петелек, и вязать на протяжении все изделие. Берем спицы и набираем 44 петли для данного размера, плюс одну петлю для того, чтобы замкнуть вязание в круг. Начальные две петельки я набираю на одну спицу, для того, чтобы они не были растянуты. Затем приставляю вторую спицу и набираю еще оставшиеся нужные нам петельки. В общей сумме 45 петель. Для удобства я буду набирать на две пары спиц, для того, чтобы мне удобно потом было распределять петельки на 4 спицы. Набрав все петельки, теперь каждую из пар спиц я делю пополам. Пока это делаю визуально, не отсчитывая количество петель. Но при вязании первого ряда буду распределять по четному количеству петель на каждой спице. Это для удобства вязания резиночки. Пока вот так вот делю на 4 спицы общее количество петель. И отправляю вот этот коротенький хвостик наверх, длинную рабочую ниточку от мотка вниз. И замыкаю петельки таким образом, чтобы при вот этом вот наборочная наша косичка, при замыкании круг была не перекрученная. Потому что обратите внимание особое, если будет перекрученная, будет вязание получаться восьмерочкой. Теперь берем к последней набранной петельке, спускаем первую набранную петельку. То есть получается, что мы сейчас переносим с левой на правую первую петельку. Теперь вот эту последнюю набранную лишнюю 45 петлю мы перекидываем на вот эту переснятую петельку и отправляем между вязанием. То есть фактически мы сейчас эту лишнюю 45 петлю отправили между первой и второй набранной петелькой. Вот она у нас между вязанием. Теперь обратно возвращаем первую набранную петлю ко второй. И подтягиваем коротенький краешек ниточки на себя, рабочую нить от себя. Для удобства вот так вот подтяните петли на спицы и вот так тянем в разные стороны. Мы получается замкнули наши петли в круг и теперь отправляем вот этот хвостик наборочной косички к рабочей ниточке. И несколько первых петелек мы свяжем за вот эти вот две ниточки рабочую и хвостик для того, чтобы наши ниточки закрепились. То есть наш хвостик был вязан и в дальнейшем нам его не пришлось спрятать. Берем рабочую спицу и начинаем формировать резиночку один на один. Теперь у нас количество петель 44, четное количество, которое отлично делится на рапорт узора резиночки один на один. Чередуем то лицевая петля, то изнаночная. Первые несколько петелек я вяжу за четыре ниточки. Вот так вот лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Все, бросаю хвостик наборочной косички и дальше продолжаю вязать лишь только рабочей нитью от мотка. И дальше лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. У меня остается одна петля, я ее переношу на следующую спицу. Я хочу, чтобы каждая спица у меня заканчивалась изнаночной петлей. И в дальнейшем у меня, чтобы не было видно перехода, никаких не было разделительных полосочек с перехода на спицу каждую последующую. И снова начинаю спицу с лицевой петли, чередую лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И заканчиваю спицу также изнаночной петлей. Это для удобства. И дальше я довязываю до конца ряда, чередуя лицевая, изнаночная петля. То есть формирую первый ряд резиночки один на один. Дорезали до конца все четыре спицы. И теперь для удобства я между первой и четвертой спицей в начало ряда повешу булавочку. То есть либо маркер для того, чтобы увидеть, где у меня начало конец ряда. Вот эту ниточку, связав несколько рядочков, я потом закреплю и отрежу хвостик, чтобы она мне больше не мешала. Теперь дальше второй и каждый последующий ряды мы будем провязывать все одинаково по сформированным петелькам. Над лицевыми мы будем вязать лицевые петельки. И далее по чередованию идет изнаночная петля. Мы вяжем изнаночную над изнаночной, но обратите внимание, что вяжем за дальнюю стеночку изнаночные петли. Для того, чтобы у нас не были перекрученные петельки. И красивая косичка ложилась у нас в лицевая петля по рядам. Можете хвостик вот этот подтягивать, потому что он будет немножечко привытаскиваться с начала вязания. И дальше продолжаем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, уже по сформированным петелькам первого ряда. Вот так продолжаем вязать резиночкой 1х1 нужную высоту, которую вы хотите, чтобы была резиночка на носочке. Дам небольшую рекомендацию, пусть резиночка будет максимально шире, насколько это возможно. Почему? Потому что в процессе носки изделие имеет свойство растягиваться. Так как это еще и изделие ручной работы, а не машины прикатаж, то соответственно резиночку я хочу сделать максимально шире. Я ее буду делать высотой в 10 см. Вся остальная высота носочка у меня будет просто лицевой гладью. Хотите, можете связать сантиметров 6-7, а затем перейти просто на лицевую гладь. Но пока я буду вязать около 30 рядочков резиночкой 1х1, что и составит в итоге 10 см по плотности моего вязания. Довязали 10 см 30 рядочков резиночкой и теперь переходим на лицевую гладь. Если хотите, резиночку можно связать поуже 6-7 см, а затем перейти на лицевую гладь и при этом связать ее по сантиметрам не менее, чем вяжу я, скажем, общее количество. Я перейду сейчас на лицевую гладь и свяжу где-то около 2 см, для того, чтобы перейти потом на платформочку и вывязывать пяточку. Сейчас мы переходим на лицевую гладь от начала ряда. Вот он наш маркер. Лицевые я вяжу над лицевыми, изнаночные я вяжу лицевыми, но за дальнюю стеночку. Вот так вот. Это для того, чтобы развернуть красивыми косичками наши лицевые петли. Если вы свяжете сейчас первый ряд перехода с резиночки на лицевую гладь, изнаночные провязывая за дальнюю стеночку, получается вот такая красивая ровная лицевая гладь. И вот так вот я начинаю вязать первый ряд все петельки лицевые, второй ряд, третий и около 6 рядочков я сейчас, то есть 2 см, провяжу лицевой гладью. После того, как связали 6 рядочков лицевой гладью, нам нужно сейчас подготовить платформочку для вывязывания пяточки. То есть это все есть наша общая высота носочка. И теперь переходим к вывязыванию пяточки. Общее количество петель, которое у нас набрано изначально, в данном случае у меня 44 петли, нам нужно поделить ровно пополам. 44 пополам, это 22 петли. То есть нам нужно для пяточки подготовить платформу из 22 петелек. 22, вторая часть петель уйдет у нас на вывязывание верхушки, то есть подошва и вверх. Вот так будет делиться наш носочек. И самое главное, я хочу вам порекомендовать, это правильное расположение пяточки, для того, чтобы не было видно вот этого перепада. У нас все равно, хоть мы и замыкали красиво круг вязания, все равно есть вот такой вот небольшой порожек. Если вы присмотритесь, он у нас между первой и четвертой спицей. Вот чтобы этот порожек всегда оказывался как бы в зеркальном отображении с внутренней стороны ноги, то я рекомендую вам для пяточки брать для правой ноги первые 22 петли ряда, а для пяточки на левую ногу, чтобы во внутренней стороне оказывалось наш порожек, скажем, вот эта разделительная часть, замыкание в круг, то забирать вот эти последние 22 петли ряда. То есть сейчас я буду вязать на левую ножку, соответственно, я буду провязывать первые 22 петли и оставлять их наперед, а на последних, то есть на третьей и четвертой спицей у меня будет платформа для пяточки. Я надеюсь, что вы поняли. Вот, и так начинаем провязывать просто лицевыми петлями первую и вторую спицу. У меня на них по 11 петелек, то есть 22 петли нашей макушки. Провязали первые 11 петель и на второй спице вторые 11 петель провязываем также лицевыми петлями, без изменения. Для, еще раз повторюсь, для ножки правой мы будем сразу же от начальных первой петли заканчивать 22 петлей начальной ряда, брать на пяточку, но пока это у нас верхушка. Хотите, можете два носка вязать аналогично для тех, кто вяжет первый раз, чтобы не запутаться. А теперь 11 петель третьей спицы и 11 петель четвертой спицы мы вяжем на одну спицу. Все 22 петли мы вяжем лицевыми петлями, перевязывая на одну спицу. Вот так вот первые 11 петель связали на одну спицу. Затем убираем одну рабочую спицу, чтобы она нам пока не мешала, она нам не нужна пока. И продолжаем на эту же третью спицу вывязывать петли с четвертой. Вот так, как бы соединяем две спицы вместе. Вот так. И теперь вот эти 22 петли мы будем вязать не трогая две вторые спицы, скажем, начальные. А на эти 22 петлях нам нужно вывязать платформочку высотой в 5 см. То есть поворотными рядами мы далее разворачиваем на изнаночную сторону, не вяжем по кругу, а разворачиваем поворотными рядами, вяжем с изнаночной стороны изнаночные 22 петли, с лицевой стороны лицевые 22 петли. И у меня это, исходя из плотности вязания, получится около 14 рядочков. Первый ряд лицевой мы связали, далее поворачиваем на второй ряд. Первую, как кромочную, я всегда буду снимать для того, чтобы получалась красивая косичка по краям. Далее все петельки до конца изнаночные. Довязали до конца изнаночный ряд, разворачиваем на третий лицевой ряд. Кромочную первую петлю снимаем, далее 20 петель вяжу центральные лицевые, и последнюю кромочную 22 петлю я свяжу изнаночной. И всегда из лицевой с изнаночной стороны последнюю петлю я буду вязать изнаночной. Хотите, можете с лицевой стороны все петли лицевые, и с изнаночной стороны все петли изнаночные. Можете так вязать. В любом случае будет правильно, если вы будете вязать одинаковые петли в конце ряда. Тогда у вас будет получаться красивая косичка и нам не составит труда затем заполнить наши петельки по связанной высоте. Хотите, можете вот так уже и продолжать вяжем лицевой петлей. То есть получается, что первую кромочную снимаем и с изнаночной стороны все петли изнаночные, с лицевой стороны кромочную снимаем и все петли лицевые. Можно сделать точно так же. Итак, я сейчас довязываю от начала вывязывания пяточки высоты четвертый ряд заканчивая. То есть мне остается еще связать 10 рядочков и затем я вам покажу, как же непосредственно вывязывать саму пяточку. Связали высоту пяточки и все, мы подготовили платформочку для пятки. Еще раз повторюсь, для второго носочка я рекомендую брать вот эти две спицы, соединять в одну, а там, где у нас сейчас располагается высота пяточки, то будет просто две спицы и это будет верхушка. Вот, пока вот эти две спицы мы не трогаем, а разбираемся дальше с пяточкой. Сейчас общее количество на спицы у нас 22 петли, которые нам нужно поделить на 3 максимально ровные части. Так как 22 на 3 не делится, то есть получается по 7 целых и так далее, то нам нужно поделить 22 петли и сделать таким образом, чтобы первая часть была 7 петель, вторая часть 8 петель и третья 7 петель. То есть по краям мы оставляем ровное количество петелек по 7, а все вот эти вот десятые части отправляем на центральную часть и округляем до ровной одной петли. То есть получается 8 по центру, пошире, вот, и по боковым частям по 7 петелек. Вот эту цифру вам нужно сейчас самое главное запомнить изначально при провязывании первого ряда. При провязывании второй и последующих рядочков уже все станет на свои места. Первая кромочная и последняя петля, они в счет входят в первой и третьей части. Первую снимаем непровязанной, это первая петля, далее вяжем вторую лицевую, третью, четвертую, пятую и шестую. Первая часть у нас состоит из 7 петелек, поэтому последнюю петлю первой части, седьмую, вот эту петельку, и первую петлю из второй части мы провязываем вместе одной лицевой петлей. Но для этого я вам рекомендую повернуть дальними стеночками вперед, вот так, две петельки. Первую, еще раз повторяюсь, первую петельку второй части, последнюю петельку первой части, поворачиваем дальними стеночками и вяжем вместе одной лицевой петлей. То есть делаем убавление. И отсчитываем от начала 2, 4, 6 провязанных и идет убавление. Это у нас уже первая провязанная петля со средней части, поэтому провязываем еще 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И получается с первой петлей это у нас уже провязано 7 петель, а у нас по центру 8. Восьмую петлю и первую петлю третьей части мы вяжем за дальние стеночки вместе одной лицевой. Шесть оставшихся петелек третьей части мы не довязываем и разворачиваем вязание на изнаночную сторону. Первую петлю, там где у нас вот это убавление провязывания вместе, двух петелек, мы снимаем как кромочную. Далее 6 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это получается вместе с первой снятой пятой 7 петелек изнаночных уже. И далее восьмую петлю и первую петлю с боковой стороны мы захватываем и вяжем вместе одной изнаночной петлей. Снова оставшиеся петельки третьей части не довязываем и поворачиваем. Получается, что мы делаем? Мы с боковых сторон уже забрали по 2 петли, было 7, сейчас 5. И с этой стороны у нас было 7, сейчас 6. Мы забрали, получается, с одной стороны 2 петли, со второй стороны пока 1 петлю. По центру у нас неизменно всегда будет изначальное число петель. В данном случае у меня это 8 петель. Первая петля будет сниматься непровязанной. Центральная 6 вяжется по рисунку лицевой глади. С лицевой стороны это лицевые петли, с изнаночной стороны это изнаночные петли. И последняя петля у нас провязывается вместе с первой петлей боковой стороны, ближайшей петлей. Можно считать, что это не первая, вторая, третья петля, а с ближайшей. Теперь смотрите, снова первую петлю снимаем как кромочную, не провязываем. Далее 6 петель лицевыми петлями, так как мы находимся сейчас с вами с лицевой стороны, лицевой гладью вяжется. И далее последнюю, восьмую петлю, центральную мы вяжем с первой петлей следующей части, вместе лицевой за дальние стеночки. Поворачиваем вязание. Первую снимаем непровязанной петлю. Центральные 6 петель у нас изнаночные. Это получается мы задействовали уже 7 центральных петелек. И восьмая петля вяжется вместе с боковой петлей первой, ближайшей, изнаночной одной петлей. С изнаночной стороны это изнаночная петля убавления. С лицевой стороны это лицевая петля убавления. Последней восьмой петли центральной и ближайшей петли боковой. Вот так. С лицевой стороны и точно так же с изнаночной стороны. Снова повернули на лицевую сторону. Первую петлю снимаем. шесть центральных петель вяжем просто лицевые и восьмую петлю последнюю петлю с центральной части вяжем с первой петлей боковой части и вот так смотрите снова у нас убавилась здесь уже по три петли было изначально 7 осталось 4 то есть три петли убавили здесь также убавили три петли поворачиваем на изнаночную сторону первую кромочную снимаем далее 6 центральных изнаночных петель вяжем и последнюю петлю центральной части восьмую вяжем изнаночной вместе с первой петлей с боковой стороны снова не довязываем до конца разворачиваем наше вязание опять первая кромочка кромочную снимаем 6 лицевых центральных это уже задействованы 7 петель вместе с кромочной и восьмая петля последняя вяжется лицевой вместе за дальнюю стеночку с первой петлей третьей части повернули на изнаночную сторону кромочную снимаем далее 6 петель изнаночных и последняя петля восьмая то есть как бы кромочная получается до восьмая последняя петля вяжется вместе изнаночной петлей с боковой стороны первой ближайшей петелькой снова повернули как вы видите у нас постепенно вывязывается вот такой вот красивый уголочек закругленный и убавляются петельки с одной стороны первой части и с другой стороны 3 части боковые центральные петли мы не трогаем их как было 8 кромочную снимаем первую петлю далее вяжем 6 лицевых это получается задействованы 7 петель и восьмая петля отправляется на убавление с первой петлей боковой части вяжем вместе одной лицевой петлей не довязали до конца оставшиеся петельки третьей части снова кромочную снимаем 6 изнаночных и восьмую последнюю петлю вяжем вместе изнаночной с ближайшей боковой петлей снова не довязали петельку кромочную снимаем 6 лицевых и последнюю восьмую петлю довязываем с боковой первой петлей вместе одной лицевой за дальние стеночки не довязали до конца разворачиваем кромочную снимаем 6 изнаночных петель и теперь уже как вы видите довязывается последнее убавление вот здесь вот ближайшей боковой петли и восьмой петли центра мы убавили с одной стороны все петельки теперь остается лишь убавить с другой стороны точно также все петельки снимаем кромочную 6 лицевых центральных довязываем без изменения и восьмую петлю вместе вяжем с последней боковой петлей третьей части и у нас получилось что вместо нашего 22 изначальных петелек платформы для пяточки высоты вот этой нашей осталось всего лишь та вторая часть а первую и третью мы с вами убрали убавление сделали и благодаря этим убавлениям у нас получился вот такой уголочек носочка вот так он имеет вид у нас остались открытыми петли переда верхушечки нашей и всего лишь одна из частей пяточки и получилась вот такая закругленная часть дальше у нас пойдет просто вывязывание высоты или длины подошвочки ножки до вывязывания убавления петель для мыслей теперь рекомендую вам оставшиеся петельки на пяточки поделить ровно пополам у меня это получается по 4 петли на разные спицы 1 2 3 4 петли первую часть я перенесла на одну спицу вторую часть оставила на той спице рабочей которая была и теперь у нас ниточка находится с вами после вывязывания восьмой петельки на пяточки и заканчивается вот здесь вот убавлением теперь точно также мы продолжим вязание соединяя петли пяточки с передом но как вы видите у нас здесь получается вот такое вот пространство без петелек вот с этих пространств мы должны восполнить те петельки которые убавили наши части состояли из 7 петель 8 и 3 части 7 петель то есть нам сейчас не хватает два раза по 7 петель поэтому с этой боковой стороны и с другой стороны мы наберем по 7 петелечек которые сократили для того чтобы получить изначальное число 44 петли которые мы делали для набора резиночки сейчас поворачиваем боковой стороной и как видим благодаря тому что мы делали одинаковые петельки в конце ряда и в начале ряда снимали не провязанные кромочные петли у нас получилась вот такая красивая косичка мы с глядя на косичку смотрим где мы можем наполнить или восполнить вот эти 7 петель вот они идут у нас косички первая вторая третья четвертая пятая шестая и седьмая вот с этих косичек мы будем делать набор находим первую косичку и захватываем ее за обе полупетли и вытаскиваем одну рабочую петлю дальше в следующую косичку вытаскиваем вторую петлю следующую третью петлю хотите можете взять крючок мне удобно и спицей 4 далее 5 6 и вот здесь вот нет косички но есть как бы вот она наше убавление вот с этого убавления мы и набираем последнюю седьмую петельку я всегда рекомендую набирать эту петельку на ряд ниже чтобы не получалось вот такие дырочки вы видели как сейчас растянулась петля хотите можете вот эту петельку вот крайняя петля если так посмотреть вы можете ее перекручивая сделать набор как бы уже получается из перекрещенной петельки вот так и тогда захватить рабочую петлю из рабочей ниточки у нас получается здесь смотрите нет никакой дырочки то есть перекрещиваете вот эту косичку последнюю самую крайнюю петлю и из нее набираете рабочую петельку все мы набрали получается 7 петель и у нас сейчас должно быть 11 2 4 6 8 10 11 то есть те 11 петель которые и были четвертая часть общих петель и постепенно мы дошли до петель переда это те две спицы которые мы оставляли на переднюю часть поэтому берем рабочую уже вводим новую спицу вот пятую нашу рабочую спицу и продолжаем вязать первую и вторую спицы которые оставляли то есть на них вот по 11 петелек так мы и вяжем по 11 петелек на первой спицы и 2 и далее мы дойдем до вот этой стороны где точно также будем наполнять или добавлять наши 7 петель для того чтобы в итоге выйти на изначальное количество петель которое нам нужно для вязания носочка все мы дошли до нашей промежуточной части без петель и точно также берем спицу и поворачиваем боковой косичкой наши петли вот они у нас петельки 1 2 3 4 5 6 и 7 вот из этих 7 петель мы должны набрать первая петелька у нас будет расположена вот здесь как я вам уже говорила это должна быть либо перекрученная для того чтобы не получалось дырочки либо просто красиво набранная можете взять для удобства крючок вот можете перекрутить эту петельку можете ну как угодно в принципе здесь уже знаете как каждому подсказывает интуиция чтобы не получилось дырочки желательно перекручивать петельку вот эту изначально а затем у нас идут петли косички и уже из петель косички за обе стеночки мы захватываем и подтягиваем вот так вот петельки петельки рекомендую вам набирать более плотнее для того чтобы опять же таки не было дырочек пока я набрала 5 петель вот здесь вот я набираю 6 и 7 петельку набираем за две ниточки если у вас точно также двойная ниточка вот и все набрали 7 петель которые мы сократили этим 7 петелькам нам нужно довязать вот эти четыре петли вторую сторону или вторую часть пяточки центральной части и все посмотрите что у нас получилось у нас получилось изначальное количество петель и по обеим сторонам пяточки с внутренней стороны вот такие мягкие аккуратные косички они на протяжении нам носки носочка не будут мешать они очень мягкие и при этом мы как вы видите замкнули круг вязание и точно также продолжим вязать наши изначальные 44 петли на нужную длину подошвы я буду вязать также лицевой гладью без каких-либо узоров продолжать на длину где-то 15 сантиметров то есть я хочу чтобы вот эта длина моя подошвочки плюс пяточка плюс убавление для маска составили и общую длину носка вот принципе здесь нам остается лишь только продолжать вывязывать вот они у нас начало ряда как и было прежде так и продолжаем вывязывать просто лицевыми петлями желательно первые пару петель с каждой спицы подтягивайте для того чтобы не было растянутых разделительных полосочек здесь мы вот эти набранные петельки вяжем просто лицевые обычно их рекомендуют вязать перекрещенными вот в первом ряду для того чтобы не образовывалось дырочек но как вы видите дырочек нету если вы вяжете достаточно плотно эту часть вот и если вы правильно набрали петельки вот посмотрите при переходе на переднюю часть точно также здесь дырочек нет подтягиваем хорошо пару первых петелек с каждой спицы и все все получится у вас ровненько и аккуратненько довязываем вот эту часть далее переходим на следующую снова две первые петельки затянули для того чтобы не было разделительной растянутой полосы из петель и чик все я вам сейчас покажу как выглядит еще вторая сторона снова первые две петельки хорошо подтягиваем первый раз второй раз и довязываем просто петли со второй стороны там где и набирали я вам показываю что в принципе не должно получаться никаких дырочек все достаточно аккуратно и красиво если хотите еще раз повторюсь можете первый ряд после наборочных петель провязать скрещенными лицевыми тогда менее вероятность что здесь получится дырочки но я вот связала обычными петлями дырочек не получилось все дальше продолжаем вязать на длину от пяточки на 15 сантиметров и далее я вам покажу как убавить петли для мыска вот я связала длину подошвечки у меня получается от того момента когда мы восполняли с вами петельки провязано 50 рядочков это есть 15 сантиметров от пяточки и теперь нам остается лишь только закрыть петельки для мыска у меня получилось что петельки скажем закрытия мыска в себя вмещает где-то три сантиметра то есть буквально еще три сантиметра и закроется полностью наш носочек до конца вязания вот это и будет итоговая длина если же вам нужно подлиннее побольше размерчик то соответственно довяжите вот это скажем количество сантиметров или количество рядочков которое нужно вам но учтите что общая длина носочка приблизительно 22 сантиметра получается если для данного размера но это исходя из скажем плотности вязания моей и также от того зависит как тянется ваша пряжа здесь я вязала двойную ниточку пряжа достаточно хорошо скажем тянется такая вот получается даже я бы сказала стрейчевая плюс это вязаное полотно которое имеет свойство растягиваться после стирки либо садится вот так что вы это тоже учитывайте исходя из вашей пряжи вот но где-то приблизительно то есть если примеру вам нужно 25 сантиметров ножка вот по стельке либо же ножка на которую вы вяжете то это должно быть не менее двух сантиметров минус от общей длины то есть вязаное изделие как вы видите вот потянулась и пожалуйста получилась ножка чтобы не сидела в общем ваше изделие ваш носочек на ноге как бахила это самое главное вот то есть где-то минус два сантиметра от общей длины а то и 3 даже сантиметра попробуйте вот так потянуть пряжу и все в общем закрываем наш носочек мы находимся сейчас в начале ряда вот он наш маркер то есть я перехожу вот сюда вот на первую спицу и начинаю делать закрытие мы будем чередовать ряд закрытия петелек и ряд просто провязывания по рисунку лицевыми петлями закрывать мы петли будем такой вот елочкой то есть поворачивать петли с наклоном то в левую сторону то в правую сторону точно также на каждой спице то в левую сторону то в правую сторону вот и теперь начинаем мы сначала рядом заводим за вторую вот так вот петельку и вместе две первые петли И вяжем одной лицевой за ближайшие стеночки. Получился наклон в правую сторону. Теперь вяжем все петельки лицевые по рисунку до тех пор, пока на спице не останется две последние петли. Две последние петли мы поворачиваем дальними стеночками. Вот так вот переснимаем дальними стеночками вперед. И теперь уже за образовавшиеся дальние стеночки две вместе мы вяжем одной лицевой. То есть делаем наклон в левую сторону. Сделали наклон в левую сторону. Теперь на следующей спице вначале делаем наклон в правую сторону. Заводим за вторую петельку и две вместе вяжем одной лицевой за ближайшие стеночки. Вот так получается у нас елочка, как вы видите, наклон влево-вправо. Затем вяжем все петельки лицевые до двух последних петель на спице. И будем делать наклон влево. Для этого поворачиваем дальними стеночками вперед. И теперь уже за вот эти дальние стеночки, которые образовались у нас, мы вяжем две вместе одной лицевой петлей. Делаем наклон в левую сторону. Теперь на следующей спице в начале делаем наклон в правую сторону. Заводим за вторую петельку и вместе вяжем две петли одной лицевой. Наклон вправо получился у нас сейчас, был наклон влево, сейчас наклон вправо и вот она елочка. Теперь снова вяжем до конца этой спицы, не довязывая две последние петли, которые поворачиваем дальними стеночками. И вяжем за дальние теперь уже стеночки вместе одной лицевой. И делаем наклон получается влево. Теперь делаем наклон вправо, заводим за вторую петельку и вместе вяжем одной лицевой за передние стеночки. Снова сделали наклон вправо и вот так вот нам нужно довязать до конца спицы, оставив две петельки. Две петельки разворачиваем и делаем наклон в левую сторону за дальние стеночки. Все, сделали ряд с убавлениями. Вот у нас пошло первое убавление уже этого ряда, как бы начало. То после такого ряда убавления мы делаем просто ряд лицевыми петельками. Абсолютно полностью все петли провязываем лицевыми. Не забываем затягивать первые две петли на каждой спице начальной. Вот, для того, чтобы не образовывались дырочки. И вот сейчас просто провязываем один ряд все петельки лицевые. Довязали до конца лицевые петельки и из вот таких вот двух рядочков и состоит наш мысок убавления. То есть сейчас мы довязали до конца ряда лицевые петельки, теперь снова ряд с убавлениями. Для этого мы заводим за вторую петельку и вместе вяжем две петли одной лицевой. Снова делаем наклон влево, ой, вправо в данном случае. Затем вяжем до конца спицы, не довязывая две петли. Разворачиваем дальними стеночками и делаем наклон влево. Вот так. Заводя уже за дальние стеночки две петли вместе одной лицевой. Снова наклон вправо, это две просто вместе за передние стеночки петли. Далее делаем наклон влево на последних двух петлях каждой спицы. Вот так. Разворачиваем и за дальние стеночки вяжем две петли вместе одной лицевой. Снова две вместе просто заводя за передние стеночки без каких-либо поворотов и изменений. А вот здесь в конце спицы уже мы поворачиваем. Вот так вот не провязанные две петли. Поворачиваем дальними стеночками. И теперь за дальние стеночки, которые у нас получились, мы провязываем две петли вместе. Снова две петли вместе с наклоном вправо. Довязываем до двух последних петель спицы. Поворачиваем и вяжем за дальние стеночки две петли вместе одной лицевой с наклоном влево. И вот так вот мы довязали, получается, до конца ряда ряд с убавлениями. Теперь просто ряд с лицевыми петельками. Просто без изменения мы вяжем лицевые петли в каждый четный ряд мыска. Чередуем ряд с убавлениями. Ряд просто по рисунку. Снова провязали ряд с убавлениями. И четвертый ряд по рисунке. Вот так я буду делать убавления до тех пор, пока у меня не закроется максимальное количество петель на каждой спице. Вот так. То есть довяжу ряд до конца лицевыми петлями. Снова ряд с убавлениями. То сначала влево, то потом вправо. И у нас получается красивое убавление, благодаря тому, что мы затягиваем петельки. Не получается никаких дырочек. Чтобы не светились у нас пальчики, обязательно затягивайте первые две петельки. Не важно, это ряд с убавлениями или ряд просто лицевыми петлями. Обязательно старайтесь затянуть. Вот я как раз довязала до конца ряд лицевыми петлями. И теперь у нас по чередованию ряд с убавлениями. Делаем наклон вправо, довязываем до последних двух петелек спицы и делаем наклон влево. Вот так дальше. Я думаю, что здесь вам должно остаться все понятно. Поэтому продолжаем дальше самостоятельно. Довязываем ряд с убавлениями, ряд по рисунку, ряд с убавлениями, ряд по рисунку. Провязали ряд лицевыми петельками и у нас осталось всего по три петли на каждой спице. Как мы сейчас будем делать убавления? Ведь если мы будем делать елочку и убавления, продолжать, как и вязали до этого ряд с убавлениями, то у нас не хватает по одной петле на каждой спице. Поэтому я предлагаю вам делать в начале каждой спицы просто две петли провязывая вместе. Вторую довязываем просто лицевой. Снова две петли провязываем первую вместе. Вот так вот. И довязываем вторую петельку со спицы просто лицевой петлей. Второй раз так связали. Теперь третий раз две петли вместе, одной лицевой лицевую довязываем. И четвертый раз две петли вместе. И довязываем просто лицевую петлю. Будьте осторожны, если соскакивают петельки. И все, в принципе, у нас так и получились убавления. Теперь мы можем просто, не провязывая ряд с лицевыми петельками, ну то есть можете, в принципе, провязать вот эти восемь петель лицевыми петлями по чередованию. А можете не делать. Просто сейчас берем крючок и каждые две петельки просто переодеваем на крючок. Отдеваем рабочую ниточку и все петельки продеваем на рабочую ниточку с помощью крючка. Если вам неудобно делать это крючком, можете просто отрезать ниточку, вдеть в иголочку и стянуть вот эти петельки на рабочую нить. Но перед этим я всегда рекомендую, не спешите отрезать ниточку, не спешите стягивать носочек. Первое, что я всегда рекомендую, это, конечно же, примерить носок. Сейчас его это, скажем, сделать очень удобно, потому что носок, в принципе, закончен. Здесь осталось лишь только вот здесь вот на краюшечке буквально спицы. Вот, они никуда не денутся, не переживайте. Вот, просто измеряете носочек на ножки. Кому вы его делаете, либо же просто прикладываете к линейке. Знаете, сколько сантиметров у вас должна быть, скажем, ножка или по нижней части, или от большого пальца до пяточки. Ну, в принципе, по-разному меряют ногу. Есть, как бы, определенные правила, но, как вы знаете, вязаные вещи тоже имеют свойство хорошо растягиваться. Самое главное, прикладываете к сантиметру либо линейке. И при растянутом состоянии у вас должно равняться изделие по сантиметрам длине стопы. От пяточки до мыска. Если вы, к примеру, знаете сантиметры, а не хотите мерить на ножки. То есть это, к примеру, подарок. Вот, все. Если все подходит. Затем второе, что мы проверяем, это, конечно же, дырочки, пропущенные петли. И, так как я вязала в две ниточки, то по ходу работы, возможно, такое, что вы провязали петлю за одну всего ниточку. И это тоже очень хорошо видно. Поэтому я рекомендую всегда такие изделия с браком переделывать, для того, чтобы долгий срок службы был вашего изделия. И достаточно аккуратно имел вид, скажем, ваш подарок. После того, как вы все проверили, то есть, смотрите, здесь петелек, ну, как на мой взгляд, нет с браком. Вот. И все. Тогда стягиваем петельки, либо провязываем один ряд, по желанию, наши восемь петелек, просто лицевыми петлями, для того, чтобы было еще более удобно стянуть. Вот. Но, в принципе, для того, чтобы не было каких-то здесь таких вот вытянутых моментов, то лучше, конечно же, сразу сейчас стянуть. Тогда получится более аккуратный край закрытия. Берем, подхватываем рабочую ниточку и по ходу того, как ложится наше вязание по часовой стрелке, так и переснимаем петельки с каждой спицы на крючок. Сначала первую, затем вторую петлю. Будьте внимательны, когда переодеваете на крючок петли, чтобы не сползали. Переодев на крючок вот эти петельки, подхватываем рабочую ниточку и эту петельку вот так вот пропускаем сквозь наши петли на крючке. Следите, опять же, за тем, чтобы захватывали все ниточки. Снова вот так вот подделим петли наши достаточно туго связаны в конце, по крайней мере, у меня. Поэтому их тяжело поддеть, но вы постарайтесь. Можете, в принципе, переодевать с крючка на спицу любым для вас удобным способом. Я это делаю вот таким вот образом. Сейчас на камеру я могу вот так вот обычно снимать. Но это нужно придерживать петельки для того, чтобы они не соскочили. Теперь образовавшуюся петельку из рабочей ниточки протаскиваем сквозь эти петли. И последняя спица, которая у нас осталась, это вот она у нас. Вытащили петли и продели сквозь них рабочую петлю. Все, теперь у нас спицы не нужны больше. Мы смотрим, что у нас получилось все достаточно аккуратно. И как только мы готовы закрепить ниточку, то берем, подтягиваем рабочую петлю, которая у нас образовалась после того, как мы стянули все петли. Подтягиваем рабочую ниточку, потом петельку на крючке. Снова рабочую ниточку, петельку на крючке. Это нужно для того, чтобы максимально плотно затянуть. Теперь сквозь эту петлю на крючке продеваем рабочую нить один раз и второй раз. Все, затянули. Ниточку можем отрезать. Вот. Хорошо подтяните ее. Эту ниточку. То есть, чтобы у нас получился такой вот, как бы затянутый хороший узелочек. Нитка у нас уже никогда не денется, но ее нужно спрятать на изнаночную сторону. Вот эту булавочку можем уже убирать, она нам не нужна. И вот так вот выворачиваем на изнаночную сторону слегка наше изделие. Берем крючком, подхватываем максимально ближе, вытаскивая крючок к вот этой вот части, где у нас затянутая нить. Продеваем на изнаночную сторону. С изнаночной стороны мы просто хорошо закрепляем и прячем хвостик по ходу вязания. У нас получился вот такой красивый носик. Вот, когда вы ниточку хорошо затянете и закрепите с изнаночной стороны, то у нас получится еще более стянутый и аккуратный краешек мыска. И вот она и есть наше убавление. Как по мне достаточно аккуратное, оно идет ровно по центру переда, ровно по центру стопы и по боковым сторонам. То есть такой вот крестообразный. На мой взгляд это самое, скажем, аккуратное убавление, которое только возможно в ручной работе. Если вы знаете какие-то другие убавления, то, конечно же, делайте на свое усмотрение. Далее вяжем второй носочек аналогичным образом. Единственная рекомендация, которую я вам даю, это вяжите пяточку по соотношению к вот этому стыку края, чтобы было в зеркальном отображении. То есть я сейчас фактически связала левый носочек. Вот, когда будете вязать правый носочек, то, соответственно, здесь делаете на вот этих петлях переда или верхушечки петли пяточки. То есть чтобы у вас пяточка была в зеркальном отображении. Вот, все остальное вяжете, все абсолютно точно так же, точно так же делаете убавление, точно так же все вывязываете, точно такую же длину. Я всегда рекомендую по ходу вязания записывать, сколько петелек у вас, скажем, в каком-то моменте, там, к примеру, сколько на пяточке, как вы делили, сколько сантиметров или же сколько ровно рядочка вы провязали на одном изделии, для того, чтобы аналогичным образом связать второе изделие. И запоминайте, как вы делали закрытие для мыска, для того, чтобы так же таки аккуратно и равномерно закрыть одинаково на втором носке. Все, делаете тепловую обработку, довязываете второй носочек и ваше изделие готово. Я надеюсь, что у вас все получилось, понравилось. Не забудьте лайкнуть, спасибо, что остаетесь на моем канале. Всем хорошего настроения, ровных петель, пока-пока. Продолжение следует...